Фальшивые деньги В сентябре этого года в двух филиалах банков Ульяновска при пересчете денег обнаружили и изъяли две поддельные купюры номиналом 5000 рублей. Преступники идут в ногу со временем и уже пробуют сбыть с рук двухтысячные купюры, которые недавно вошли в оборот. Как не обмануться и распознать поддельные деньги, нам рассказал сотрудник ОМВД России по Ульяновской области. В первую очередь человек, получивший денежные купюры, должен обратить во всех модификациях, во всех денежных билетах, кроме двухтысячной купюры. Это первое, на что мы обращаем. Это серия и номер купюры. Соответственно, на что мы в первую очередь должны обращать внимание, что перегибе, при изгибе серии номера купюры, она не должна краситься. Не крошиться не должна. Она должна быть одним, краящим веществом идти. Аферисты уже на этом этапе могут проколоться. Поэтому простая процедура, которую в состоянии провести даже ребенок, может обеспечить дальнейшую жизнь без лишних проблем. Второе – это герб Ярославля, который мы видим здесь, и герб города Харабаровска. Соответственно, когда мы смотрим, да, она имеет блестящий цвет, но при наклоне купюры она должна изменяться, как делается это в настоящих купюрах. Еще одно важное замечание. Следующее, на что нужно обращать внимание, это микропрефорация. Это, которое часто всем говорят, на просвет мы смотрим, видим здесь номинал денежной купюры. В данном случае тысяч рублей, в пятитысячных купюрах это будет пять тысяч, здесь будет. Здесь на что обращать нужно внимание. Когда мы уберем купюру, поворачиваем его с оборотной стороны, соответственно, в местах имения префорации, где имеется префорация, она должна быть гладкая. Здесь не должно быть никаких шероховатостей, не должно быть никаких развлотнений в бумаге. Совет специалиста. На бумажной купюре нужно внимательно изучить так называемые ныряющие нити. На оборотной стороне мы сразу же обращаем внимание на ныряющие нити. Это вот тоже у нас средство защиты. Видите, на поддельных денежных билетах края здесь у нас, они четкие, они идут, скажем так, что без разрывов, без ничего. Видите, здесь при приведении пальцев она у нас просто выскакивает из толщины бумаги. В этом году, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, фактов сбыта поддельных денежных купюр увеличилось в два раза. Цифры говорят сами за себя, поэтому сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области систематически проводится работа по профилактике и раскрытию преступлений, связанных со сбытом поддельных купюр. Уже неоднократно на территории Ульяновской и Ульяновской области установлены факты, когда гражданин, получив фальшивую денежную купюру, зная заведомо, что она поддельная, не обращается в банковские учреждения и в правоохранительные органы, а идет и умышленно совершает их сбыт. Это тоже квалифицируется как по статье 186 Уголовного кодекса Российской Федерации максимальные санкции, которые предусматривают до 15 лет лишения свободы. Чтобы по незнанию не стать очередным сбытчиком, можно обезопасить себя с помощью специального мобильного приложения. Однако специалисты утверждают, что приложение еще сырое и не всегда срабатывает, поэтому лучше полагаться на собственную бдительность.